Здравствуйте, меня зовут Петр Стуликов, и это официальный YouTube-канал Ру-Центр, крупнейшего российского регистратора доменов для бизнеса. Наши выпуски выходят каждую неделю. В них мы рассказываем, как начать свой проект в онлайн, развивать его, на что обращать внимание, какие подводные камни следует обойти. В общем, обо всем, что важно для бизнеса в интернете. Крупная доходная компания только со стороны и издалека выглядит как предел мечтаний. Но с ростом бизнеса, естественно, увеличиваются вложения, ответственность и риски. И это же самое касается и цифровых активов. Если вы только начинаете свое дело, ваш сайт еще не приобрел большой популярности, не закрепился в поисковой выдаче, и вы совершаете ошибку в маркетинговой стратегии, может быть, теряете доменное имя, это не станет серьезной проблемой. Другое дело, если речь идет о крупном бизнесе. Здесь уже любое неосторожное движение с доменом может повлечь за собой многомиллионные убытки и, конечно, удар по репутации. Как не попасть в сложную ситуацию, какие моменты предусмотреть заранее и где искать защиты крупному бизнесу? Обсудим в этом выпуске с экспертом Ру-Центр Сергеем Горобуновым. Сергей, привет! Привет! Ну, для начала давай определимся с терминологией. Что такое крупный бизнес? То есть, грубо говоря, о чем мы сегодня будем с тобой беседовать? Чем отличается малый бизнес от крупного? Ну, крупный бизнес, наверное, это прежде всего тот, который у всех на слуху. То есть, это какие-то известные бренды, и для них, естественно, из-за большой аудитории важно верно выстроить доменную стратегию, потому что любые ошибки из-за эффекта масштаба могут наносить существенный вред репутации. Вот как раз-таки, как отличается, например, даже если начать с самого начала, регистрация домена для компаний или для крупного бизнеса, для крупной компании? Ну, на самом деле, технически ничем не отличается, но для крупного бизнеса из-за вот этого эффекта масштаба как раз-таки особенно важно следовать там ряду рекомендаций, потому что если этого не делать, то, соответственно, эффект из-за большой аудитории как раз-таки может быть сильно отрицательным. Ну, во-первых, правило регистрировать домены только на компанию, не на отдельных ее сотрудников, потому что если сотрудник потом увольняется, испортились с ним отношения по какой-либо причине, он знает там обороты бизнеса, знает масштаб компании и может заниматься каким-то вымогательством, и вопрос, соответственно, будет уладить этот очень дорого. Во-вторых, выделить сотрудника, который взаимодействует с регистратором доменных имен по тем или иным вопросам, чтобы не было такого, что любое лицо в компании может пойти и зарегистрировать доменное имя для бизнеса. Грубо говоря, один был ответственный в компании, которая отвечает за все домены. Да, потому что иначе рано или поздно сложится ситуация, что просто не будет понятно, кто и зачем, какие домены зарегистрировал, нужны они или нет. Еще одно правило вести взаимодействие желательно с одним регистратором, чтобы все портфолио было размещено у одного регистратора на одном договоре, чтобы видеть его как на ладони, да, или там на нескольких субдоговорах в рамках одного там аккаунта под различные направления бизнеса. Потому что у нас, например, вот буквально недавно там обращался там крупный оператор связи, они нарегистрировали домены, то есть у них там хаотично, у разных регистраторов, на разные договоры, и вот теперь они целый проект реализуют, чтобы понять вообще, какие домены их, какие не их, что нужно там, какие нужны, от каких можно отказаться. То есть это растет как снежный ком. А еще обязательно нужно регистрировать домены до того, как компания анонсирует какое-либо новое направление бизнеса, потому что на репутацию известного бренда хотят нажиться многие. Если там анонсировать проект какой-то, не зарегистрировать под него домены заранее, то сразу же найдутся доброжелатели, которые это сделают за компанию, там в любых целях, переманивать к себе клиентов, чтобы там размещать какую-то рекламу конкурирующую, просто в целях банального мошенничества или пробовать потом перепродать задорого. Вот чтобы этого всего избежать, лучше регистрировать домены до того, как компания анонсировала, что она идет на какой-то новый для себя рынок. Ну и в целом, если есть какие-то ключевые доменные имена, лучше для них зарегистрировать товарные знаки, чтобы любые претензии со стороны третьих лиц возможно исключить. Ну понятно. То есть правила примерно те же самые, что и для всех, просто если в простом случае может чего-то не случиться негативного, то уж с крупной компанией обязательно это случится. И тут надо намного более серьезно подходить к вопросу. Даже не так. Если что-то случится, то последствия будут соответствующие масштабу этой компании. То есть малый и средний бизнес, для него какие-то последствия могут быть маленькие. У большой компании большая аудитория. Соответственно, эффект сразу сказывается для всей этой аудитории. Ты вот сказал про много субдоменов, много доменов. Привел пример. Понятно, что огромное количество этих доменных имен. Как вообще в крупной компании с этим совсем разбираться? Не распыляться на мелочи, сосредоточиться на одном каком-то, на какой-то стратегии. Как с этим быть? Ну, как я уже сказал, лучше выделить сотрудника под это. Либо там группу сотрудников, отдел. Соответственно, этот отдел должен координировать все входящие запросы на регистрацию доменов от других подразделений компаний, следить за их продлением, менять настройки и вообще в целом знать, кто и какой домен в компании зачем зарегистрировал, чтобы можно было там периодически проводить аудиты и отказываться от ненужных, тем самым оптимизировать в целом размер портфолио. Доменные имена – один из ключевых активов для бизнеса в интернете, и их потеря может нести ущерб как денежный, так и репутационный. Чтобы снизить риски, например, при неправильном, некорректном оформлении или несвоевременной регистрации, или продлении, воспользуйтесь профессиональными услугами Руцентр по управлению доменным портфолио. Их спектр широк. Специалисты могут как дать рекомендации по регистрации и использованию имен, так и взять на себя выполнение всех необходимых действий с вашими доменами для их бесперебойной работы. Запросите индивидуальное предложение, которое отвечает задачам вашего бизнеса. Подробности по ссылке в описании. Понятно, что содержание крупной сети удовольствие не из дешевых, а при регистрировании, тем более мы уже проговорили, как много нужно доменных имен крупной компании, субдоменов. Как не распыляться на мелочи, как сосредоточиться на одном, как это все удержать в единой, так сказать, доменной стратегии? Ну, на самом деле, крупное большое портфолио для большой компании – это скорее норма. Ну, например, крупные зарубежные бренды, скажем, тот же Facebook, они вообще во всех доменах мира регистрируют доменные имена и поддерживают портфолио в таком виде, потому что это меньше рисков с точки зрения того, что кто-то там перехватит и потом будет пытаться продать или там использовать мошеннических целей. Вообще, в принципе, крупный бизнес должен думать на шаг вперед. То есть, если какая-то новая инициатива в компании появляется и под нее планируется отдельный сайт или отдельное коммерческое название, лучше сразу до того, как это, до того, как она анонсирована, зарегистрировать доменное имя. Окей, там, проект может не удастся, там, быть приостановлен, отменен. В этом случае проще отказаться от домена, чем потом, как бы, бегать и кусать локти, что домен занят кем-то другим, потому что домен регистрируется по принципу первообратившемуся. А если компания уже ширится и уже в географическом плане увеличивается, идет зарубеж на зарубежные рынки, как тут должна изменяться доменная стратегия? Ну, здесь, на самом деле, такая же история, как с товарными знаками. Как правило, если компания идет на какие-то зарубежные рынки, она регистрирует на этих рынках товарные знаки, защищая свою интеллектуальную собственность. С доменами то же самое. Прежде чем анонсировать выход на зарубежные рынки, нужно зарегистрировать целевые доменные имена. Это не всегда бывает просто, потому что там есть ограничения в определенных странах. А какие это могут быть ограничения? Ну, там, например, предоставление дополнительной документации, какой-то местный офис и так далее, чтобы зарегистрировать домены. В любом случае, это нужно сделать заранее, до того, как вы анонсировали. Потому что, как только вы анонсировали, сразу же найдутся там свои киберсквоттеры, свои доменеры, которые сделают регистрацию за вас, и вам же потом будут пытаться продать это доменное имя. Есть какие-то инструменты, чтобы весь этот процесс, ну, даже не упростить, а как-то унифицировать, что ли, да, всю эту процедуру управления доменными именами? Да, естественно, нужно выделенное подразделение в компании или выделенный сотрудник, ответственный за взаимодействие с регистратором, и, соответственно, он должен обрабатывать, прежде всего, все входящие запросы от коллег, да, от других подразделений в компании на регистрацию доменов, продлевать их, менять настройки, если необходимо, и вообще в целом знать, кто и какой домен в компании зачем зарегистрировал, чтобы приводить периодические аудиты, отказываться от неэффективных частей портфолио. Значит, вторая рекомендация — это держать все домены у одного регистратора на одном аккаунте или на субаккаунтах в рамках одного аккаунта, потому что это существенно упростит удобство вот этого всего администрирования. Далее, не забывать продлевать домены, но когда большое портфолио, это достаточно просто сделать, потому что они все продлеваются в разное время. Просто в смысле как раз прошляпить тот момент, когда он... Да, да, да. И потом болезненно пытаться там восстановить. В принципе, для большинства зон можно это сделать, если там вовремя одуматься, но как бы уже за другие деньги. Вот чтобы этого не допустить, есть услуга автопродления, когда у вас домены все продлеваются автоматически. Если какой-то домен не нужен, от него проще в последствии отказаться. И, ну, у крупного бизнеса это редко бывает. Если оплата производится с картой за домены, то можно еще и автоплатеж подключить, чтобы автоматически деньги списывались, домен на имя продлевалось. О РУ-центре поговорим. С помощью каких-то инструментов, может быть, услуг, как-то можно с помощью РУ-центра отслеживать жизненный цикл доменов, да? То есть для того, чтобы я, как крупный бизнес, компания, понимал, какие домены, как раз то, о чем ты говоришь, уже исчерпали себя или оказались неэффективными, а какие нужно, наоборот, значит, поддерживать и делать ставку. Ну, в течение жизненного цикла вообще мы направляем уведомления, если требуется администратором доменовыми, какое-то действие. Вот для крупных компаний, и, к сожалению, мы сталкивались с такими ситуациями, когда эти удавления где-то теряются внутри корпоративных имейлов и не обрабатываются должным образом, поэтому, опять же, здесь важно наладить их стабильное получение, обработку и какую-то реакцию, чтобы следовало за этим. Вот опять же, если вдруг там домен забыли продлить, есть услуга восстановления. Кроме того, мы крупным компаниям, у которых большое портфолио, мы выделяем индивидуального менеджера, чтобы удобнее было взаимодействовать с нами. И еще одна вещь, это, в принципе, мы готовы, если там у компании в течение долгого времени хаотично формировалось доменное портфолио, то, о чем я, опять же, говорил выше, мы готовы провести его аудит, то есть подсказать, от каких доменов можно отказаться, потому что не всегда можно отказаться от доменовыми, даже если направление бизнеса закрылось, не всегда стоит отказываться от домена, на котором был хороший трафик. Кроме того, можем подсказать, какие домены, наоборот, следует добавить по фолио, для каких доменов следует изменить настройки, например, настроить редирект, чтобы трафик с них шел на какой-то работающий сайт компании и, соответственно, увеличилась его посещаемость. Если вдруг в компании, опять же, крупная, здоровая, огромная компания, происходит какая-то реструктуризация, может быть, консолидация активов или еще что-нибудь, какие здесь есть варианты безопасного перехода? Ну, на самом деле, опять же, если одна компания поглощает другую, лучше объединить их доменные портфолио, опять же, у одного регистратора, на одном договоре, чтобы администрировать это все вместе и Ру-Центр технически документально готов сопровождать подобные массовые объединения и консолидации переноса. Сергей, все время ты говоришь про то, что, например, допустим, есть такая ситуация, что компания хочет выпустить какой-нибудь новый продукт и, например, для этого еще и интернет-площадку какую-то особенную готовят и это должно стать сюрпризом для всех, разорвать медиасреду, я не знаю, с каким-то новым продуктом. Так или иначе, как сделать так, чтобы во время подготовки это никто не узнал, чтобы сохранить конфиденциальный, чтобы это правда произвело эффект разорвавшейся бомбы? Ну, для наших корпоративных клиентов мы предлагаем услугу регистрации доменного имени на Ру-Центр, чтобы как раз-таки скрыть данные конечного владельца, конечного бенефициара, и таким образом компания может исключить риск утечки через данные регистрации доменного имени, какой-то там новый проект, информация о нем раньше того срока, когда она хочет. Соответственно, когда момент анонсирования наступает, нам компания об этом сообщает, мы домен переоформляем, и после этого компания может уже анонсировать, все увидят и доменное имя, и все остальное связанное с ним. Может ли компания рассчитывать на какой-либо индивидуальный, абсолютно эксклюзивный подход в отношении Ру-Центра, специалистов от Ру-Центра? Да, конечно, у нас есть выделенные менеджеры для крупных корпоративных клиентов, которые хорошо знают их профиль и, соответственно, готовы помочь с любыми вопросами, которые у них возникают. А какие-нибудь конкретные примеры, какие компании крупные работают с Ру-Центром и в чем особенность работы с ними со стороны Ру-Центра? Ну, клиентов без их согласия мы не называем, тем не менее, можете посмотреть на нашей главной странице, у нас там указан ряд крупных корпоративных клиентов, которые с нами давно и успешно сотрудничают. Что касается принципов, это как раз эти принципы, о которых я говорил выше, там выделенный менеджер, и установленный процесс регистрации внутри корпоративной и, опять же, аккумулирование всего портфолио у одного регистратора на одном договоре. Притом некоторые компании приходят к этому в любом случае методом проб и ошибок, то есть приходит новый менеджер, видит, что полный бардак в портфолио и начинает его консолидировать, в результате выстраивает определенную процедуру взаимодействия с нами. Что касается запросов, они часто нестандартные. Вот, например, мы делали сделку там для домена за несколько сотен тысяч долларов на вторичном рынке. Естественно, клиент крупная, там, известная компания. Владелец домена за рубежом. Про то, кто такие, Ру-центр, он совершенно не в курсе. Домен через нас, там, сделку организовать он не хочет, продавать не хочет. И поэтому мы, там, делали эту сделку через одну из, там, известных зарубежных площадок, через, там, сложный договор. И мы, как бы, готовы, вот, организовывать подобные истории. Или же, опять же, регистрация доменов в каких-то экзотических доменных зонах зарубежных, где очень сложные правила регистрации, ничего не автоматизировано. Там, регистрация занимает несколько дней, там, нужно писать письма в реестр, предоставлять документы и так далее, и так далее. Тоже достаточно часто для какой-то, для компаний, которые планируют международную экспансию, организуем, вот, подобную регистрацию. Если подытожить, то с крупными компаниями сложнее работать, чем с некрупными? Конечно, крупные компании требуют индивидуального подхода, но с крупными компаниями требуется решать, там, нестандартные задачи, и это интереснее, скажем так. Что ж, я думаю, было весьма интересно и полезно. Спасибо, что ответил на наши вопросы. Спасибо. Эпоха интернета диктует определенные правила, но, как показывает практика, выстраивать и управлять крупным, даже самым крупным бизнесом вполне реально. Важно продумывать все шаги, рассчитывать на свою команду, разделяя ответственности, задачи, и выбирать надежных партнеров с индивидуальным подходом. На сегодня, пожалуй, все. Спасибо, что были с нами. Помните, чем шире бизнес представлен в интернете, тем больше открываются перед вами возможностей и перспектив. Если хотите еще больше материалов о бизнесе в интернете, добро пожаловать в блог Ру-Центр по адресу ник.ру. Ну и, конечно же, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк этому видео. Увидимся через неделю. Будет интересно. Субтитры создавал DimaTorzok